Всем привет! Сегодня на Control Tech вы увидите обзор обновленной игровой гарнитуры Hathor Hypergang EVO. С учетом ситуации в мире, а точнее ее экономической составляющей, в скором времени слово бюджетный станет решающим при выборе устройства, а ее производители окажутся на коне. Да, я на коне. В одном из прошлых обзоров мы уже разбирались, что из себя представляет игровая мышка Hathor Vortex EVO. И даже разыграли ее. Сегодня же пришел черед гарнитуры, как мы и обещали, поэтому всем, кто хочет испытать свою судьбу и поучаствовать в розыгрыше Hathor Hypergang EVO, милости просим досмотреть это видео до конца, чтобы узнать условия. Звук исходит из динамика в размером 53 мм с обновленной композитной мембраной. Диапазон частот, воспроизведемых наушниками, составляет от 20 до 20 000 Гц. Сопротивление 64 Ом. Чувствительность 110 дБ. Максимальная мощность 25 мВ. Микрофон имеет частотную характеристику от 20 до 10 000 Гц. Соотношение сигнал-шум составляет 64 дБ. Чувствительность 42 дБ. Гарнитура весит около 265 грамм и подключается к компьютеру с помощью разъема 3.5. В комплекте идет кабель-удлинитель на 1,5 метра и кабель-переходник длиной 20 см с выходом отдельно на микрофон и наушники. Сам микрофон и липучка для кабель-менеджмента. О дизайне много говорить не приходится. Это все те же Hypergang и отличить их от первой модели практически невозможно. Основание выполнено из металла. Оголовье обшито ПУ кожей и заполнено пеной. Амбушюры тоже выполнены из ПУ кожи с пеной внутри. Чаши сделаны из пластика. Сложители вывернуть, когда вы их не используете, невозможно. Поэтому данную гарнитуру сложно назвать мобильной или переносной. При этом вся конструкция очень гибкая и, я думаю, выдержит почти все сценарии транспортировки. Органов управления на корпусе нет. Небольшой пульт с регулировкой громкости и кнопкой включения микрофона расположился на кабеле. Этот пульт отличный апгрейд, которого действительно не хватало в предыдущей версии гарнитуры. Но кабель сам по себе является одновременно и даунгрейдом. Его нельзя оценить, как это было в старой версии ушей. Один его конец входит в левую чашу наушников, а в месте входа у провода есть защита от перегиба. В самой чаше не люфтит. Так что теперь, если вдруг контакты начнут отходить, то, считай, нужно покупать новые наушники. Либо шаманить над этими. По качеству исполнения все окей. Оплетка добротная, кабель мягкий, но все же небольшой эффект памяти есть. Длины кабеля хватит на все случаи жизни, так как с подсоединенным удлинителем и разветвлителем она составляет 270 см. Так что можно усесться поудобнее. А кому этого много, есть брендированная липучка. На первый взгляд и по ощущениям Hypergang Evo это именно то, чем она и является. Бюджетная гарнитура. Не поймите меня неправильно, это не дешман, который разваливается в руках, но и ощущения супер крутого продукта или вау эффекта они не производят. Сдержанный стиль, качество материалов и сборки удовлетворительное. Амбушюры HOTOR Hypergang Evo мягкие, сшиты грамотно, а их размер подойдет под разные типы ушей. Глубину тоже можно назвать достаточной, но я бы, конечно, добавил пару-тройку миллиметров. По комфорту особых замечаний нет. Наушники надежно сидят на голове, полностью прилегают и закрывают уши. За счет такой плотной посадки гарнитура имеет довольно неплохое пассивное шумоподавление. При прослушивании музыки, просмотре видео или игре вы и вовсе будете абстрагированы от внешнего мира. При этом внутри амбушюра не создается вакуум, когда вы сидите в наушниках. Каким-то магическим образом они регулируют давление внутри и откуда-то идет приток воздуха, хотя по конструкции я этого заметить не смог. И единственным, скорее всего, недостатком, так как минусом это сложно назвать, оказалось давление на скулы вот здесь. Данный аспект проявится не у всех, так как посадка наушников довольно индивидуальная штука. Оголовье мягкое и дискомфортно не вызывает даже при длительном сеансе. Но, к сожалению, сильно долго я все же в них высидеть не могу. После пары часов игры или работы уже хочется их снять и дать ушам и голове отдохнуть и проветриться. Не могу сказать, что какие-то наушники ведут себя в этом плане лучше. Поголовно все модели, которые успел протестировать, доставляют дискомфорт во время длительного использования. Даже Razer Kraken Ultimate со своими модными амбушюрами и охлаждающим гелем практически ничем не лучше в данном случае. А я знаю это потому, что лично их тестировал и делал подробный обзор, который вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или подсказке. Еще одна заметка по поводу амбушюр у Hypergang Evo. Первой моделью я пользуюсь уже больше года, и амбушюры немного деформировались. Слушаю я их часто, поэтому и не странно. Думаю, что на Алиэкспрессе можно найти что-то на замену. Ну, либо заморочиться, расшить и добавить туда нового материала. Хм, интересная идея, но это не точно. Микрофон легко вставить и снять. Его можно крутить в любую сторону, поэтому если вам кажется, что он вам мешает, можно просто его отогнуть. Но злоупотреблять этим не стоит. Вся конструкция довольно тонкая, хоть и собрана качественно. Думаю, лишний раз выворачивать его не нужно. Класть на стол тоже советую стороной без микрофона. Регулировка по высоте происходит стандартно. В металлических вилках есть небольшие стопорные углубления, которые будут держать наушники на выбранном вами уровне. Плюс объявляется вес данной гарнитуры. Она довольно легкая, поэтому при использовании практически сразу забываешь, что она на тебе. Характеризуя качество звука Hypergang EVO, начну с микрофона, так как это, наверное, их самая пресловутая часть. И да, он все так же хорош. Тестировали мы его и на ноутбуке с хорошей звуковой картой, и на встроенной, и на телефоне. Разница есть, но только в диапазоне здесь хорошо, а здесь немного лучше. А это тестовая запись на наушники Hypergang EVO, точнее на их микрофон. И как по мне, качество очень даже хорошее. Удивительно, но Hypergang EVO по качеству звучания микрофона обходит абсолютно все, что мы тестировали. И Logitech, и Razor, и даже HyperX. Кстати, еще классный микрофон Wasus Rock Cetra. На них мы тоже делали обзор, ссылка будет в описании. Правда, они и внутриканальные. Впрочем, это уже совсем другая история. Звучание весьма и весьма годное. Но первое, что приходит в голову, это громко. Кромкости здесь действительно с запасом. Хатор говорят нам, что здесь стоит обновленная композитная мембрана. Скорее всего, это повлияло на ее вес и жесткость, и должно было улучшить качество звучания. Но чудо не произошло. Звучат эти наушники ровно так же, как и предшественники. К тому же, в данных наушниках повысили сопротивление. Теперь это 64 Ома вместо 32, как было ранее. В теории, с усилком они должны звучать лучше и выдавать меньше искажений. Но на практике усилок мы не использовали, потому что, во-первых, у нас его нет. Во-вторых, подумали, что далеко не каждый покупатель бюджетной гарнитуры будет искать еще и усилок, который стоит так же или дороже. Если кто-то все же заморочился и сделал такую конфетку, делитесь опытом в комментариях. Как вы могли уже заметить, мы очень общительные и отвечаем на каждое ваше сообщение. Высоких частот иногда бывает, как говорится, занадто. А вот по низким многие, наверное, скажут, что недобор. Баса, как по мне, достаточно. Но я не люблю, когда басы валят взрывной волной, поэтому не понимаю, когда люди говорят, что им во всех наушниках его мало. Голоса звучат отлично, как мужские, так и женские. В целом, звуковая картина в них часто смешана, и глубины хватает не всегда, поэтому как-то по-новому услышать ваши любимые композиции в этих наушниках не выйдет. По поводу игр могу с легкой душой сказать, что Hypergang Evo отлично справляется с поставленной задачей. Позиционирование правильное, в шутерах слышно направление шагов и откуда доносятся выстрелы. Во всех играх озадомленность на хорошем уровне. Проверял в контре, на Dust2 стоя на шорке, прекрасно слышно топчется ли кто-то на парапете или идет с базы контров. Бывали, конечно, и моменты погрешности. По итогу, позиционирование хорошее, как для закрытой стереогарнитуры. Проблем не будет, но и звезд с неба она не хватает. А теперь время огласить условия конкурса. Чтобы выиграть наушники HOTOR Hypergang Evo, необходимо быть подписан на наш канал, сделать репост этого видео себе в социальную сеть, в ВК, в Facebook или Twitter, и в комментарии под видео прикрепить ссылку на этот репост. И не забудьте, что на момент розыгрыша у вас должны быть открыты страницы в соцсети, где вы сделали репост, и ваш канал на YouTube, чтобы мы смогли проверить выполнение условий. А розыгрыш пройдет в прямой трансляции на YouTube 6 июня. Ну что ж, обновленная гарнитура HOTOR Hypergang Evo выглядит не такой уж и обновленной. Первый апгрейд вы почувствуете в цене, которая все еще демократичная и составляет 1400 гривен. Второе обновление коснулось органов управления, за что HOTOR большое человеческое спасибо. Ну и напоследок обновленная композитная мембрана и выше сопротивление, что никак не поменяло качество звучания с точки зрения простого непридирчивого обывателя. Наушники все еще звучат достойно и соответствуют своей цене. Микрофон вообще ляля. И если вы искали хорошую бюджетную игровую гарнитуру, смело покупайте Hypergang Evo. Для обладателей первых Hypergang Evo особого смысла обновляться нет. Я бы сказал, что Hypergang Evo это осознанный выбор, при котором вы делаете ставку на практичность, правильное соотношение цены и качества и минимализм. Конечно, эти наушники не заиграют всеми цветами радуги на ваших стримах, но достойным соперникам вы себя точно почувствуете. Надеюсь, наш обзор помог вам с выбором и понравился. Поддержите его лайком, подпишись на канал и участвуйте в конкурсе. А с вами был Артем, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok